Книга открытым оком. Вопросы по Святой Библии. Вопрос 359. Марка 14.35. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Что это означает? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Матфея 26.39. И отойдя немного, пал на лице свое и молился и говорил, отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Час страданий Христа, часа мучений уже была рядом. И он должен был ее испить. Христос был Бога-человек, истинный Бог и истинный человек. Иоанна 1.29. Но другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Грехи всего мира, от первого до последнего человека, все, что разделяло людей с Богом в мыслях, словах и делах, все это он взял на себя по любви, добровольно, чтобы удовлетворить Божью справедливость, ибо возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23. Пророк Исайя, называемый ветхозаветным евангелистом, прозревал это событие так. 53 глава, с 1 по 12 стих. «Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. 54. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лице свое. 55. Он был презираем, мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. 56. Но он изъездлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. 57. Все мы блуждали, как овцы, соворотились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. 58. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уз своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уз своих. 59. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. 60. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. 61. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет в жертву умилостивление, он узрит потомца долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. 62. На подвиг души свою он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. 63. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. 64. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступника их сделался ходатаем. 64. Христос, как Бог, знал все, и как человек, смирялся, страшась от этой казни. И самое главное, прозревая вершину страдания, Бога оставленность, трепетал в ужасе. 65. Марка, 15, глава, 34 стих. 65. В девятом часе воззапил Иисус громким голосом. 66. Илои, Илои, ломаться в афонии. 66. Что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? 67. О двух божьих естествах и двух божьих волях будут великие споры, несогласия, и для утверждения истины, и поражения монофизитства и монофилистства будут собраны соборы. 67. Эти ереси все еще живы в коптской армянских церквах. 68. Православный человек именно на этом стихе может утвердиться в том, что вселенские соборы утвердили истину. 69. Как человек, он просит, да минует меня чаша сия, но как Бог смиряется перед Отцом, говоря, да будет воля твоя на сей час, я и пришел. 69. Продолжение следует...